Заседание оперативного штаба по профилактике эпидемии коронавируса началось с проверки у участников QR-кодов. Специальное изображение, свидетельствующее о проведенной вакцинации, можно получить на сайте госуслуг. Ранее жители Иркутской области не сталкивались с необходимостью иметь код при себе, однако с 30 октября посещение кинотеатров, кафе или фитнес-центров без него может стать затруднительным. Ограничительный режим ввели в связи с продолжающимся ростом заболеваемости. Мы все вместе должны сделать все для уменьшения циркуляции вируса и для приостановки его распространения на территории Иркутской области. Прошу понять, что это сделано не для ограничения свободы передвижения, это меры для сохранения здоровья вас и всех наших родных и близких. В незапланированном отпуске жителям региона рекомендуют полностью воздержаться от походов в места массового скопления людей. В планах усилить работу надзорных органов за соблюдением противоэпидемических мер. Также в правительстве решается вопрос об ускорении темпов прививочной кампании. Пока первый компонент вакцины получили лишь 700 тысяч жителей региона. Это менее 30% от общей численности населения. На сегодняшний день далеко не все работодатели создают условия для того, чтобы граждане имели возможность привиться. Указом определена возможность предоставления двух дней оплачиваемых для тех, кто вакцинируется в случае, если состояние ухудшилось и так далее. Для сотрудников государственных учреждений муниципалитетам было предоставлено также такое право по отношению к своим учреждениям. Далеко не все районы пошли по этому пути. Сегодня эта проблематика была обозначена профсоюзами образовательных наших организаций. При этом те, кто получил прививку еще в начале года, уже встают в очередь на ревакцинацию. За три дня был исчерпан месячный запас вакцины «Спутник Лайт». По словам Игоря Кобзева, сейчас в Минздраве перераспределяют резервы и в течение недели препарат должен появиться во всех прививочных пунктах. Андрей Иванов, Александр Бычков. Местное время.